В четверг в Ильичевске на стадионе 6-й школы прошел областной этап спортивных соревнований «Нащадки Кузадько и Славы», в которых приняли участие ученики 5-11 классов. Ежегодные соревнования «Нащадки Кузадько и Славы» проходят в три этапа. Первый городской этап проходил 6 декабря в Ильичевске в комплексной детско-юношеской спортивной школе, лидером которого стала сборная команда 6-й школы. Второй областной этап прошел 5 апреля на стадионе 6-й школы и заключительный всеукраинский этап будет проходить с 5 по 20 августа в Артеке. Это соревнования по школьной программе, ничего тут особенного нет. Дети на протяжении всего учебного года по чаю, уроки физкультуры и виды. Челночный бег в тестах есть, прыжок с места тоже есть. Прыжить через скакалку, девочки, перетягивание каната – это такой вид экзотический, тоже очень интересный. Мы в какой-то мере проверяем их физическую подготовленность. В областных соревнованиях «Нащадки Кузадько и Славы» приняли участие 9 команд. Команды городов Белгород-Денистровска, Измаила, Ильичевска и Южного. А также команды районов Балтского, Красноокнянского, Разделянского, Фрунзовского и Татарбунарского. Команда Татарбунарского района существует уже как бы 6 лет. 6 лет они занимают первые места в области. Детей, естественно, разминаем полностью, смотрим, у кого какой спортивный потенциал. Естественно, прыгают. Чем больше прыжков, тем, естественно, лучше показатели. Девочки больше прыгают на скакалках. «Казацкий гард» – это, как бы, правило, незначительный такой фестиваль. На него обычно никто не обращает внимания. Но для меня это кайф. И дети кайфуют. Мы очень тщательно и серьезно подходим к любым видам соревнования. У нас идет отбор в школе. Мы, потом дети, которые попали в сборную школы, мы тренируемся. Команда нашей школы к этим соревнованиям провели не одну тренировку. Нам немножко, конечно, проще, чем другим гостям нашим на сегодняшний момент. Потому что дети соревнования проходят на родном ихнем школьном стадионе. Дети физически развиты, ходят в секции легкой атлетики, на футбол. Наш город был выбран местом проведения областных соревнований не случайно. Это один из, по-моему, двух или трех прекрасных школьных стадионов. И только в Ильичевске, на территории нашей Одесской области, такие спортивные сооружения. Поэтому сам Бог велел именно на прекрасном спортивном сооружении для детей, которые приезжают с Любашовки, с Хрунзовки, со всех фактических уголков нашей области, чтобы они увидели, какие есть школьные стадионы, и чтобы смогли просоревноваться на таком прекрасном стадионе. Высоким результатом у спортсменов предшествовали интенсивные тренировки. «Сложно, и мы тренировались, бегали, прыгали, что надо, то и делали». «В сборную команды я попала на соревнованиях среди школ, и я показала высокий уровень среди челночного бега, скакалки, прыжки в длину. И учитель физкультуры предложил бегать на областных соревнованиях. Тренировки у нас проходили почти месяц, мы усердно тренировались». Лидером соревнований стала команда из «Татарбунар», которая набрала одинаковое количество очков с командой «Ильчевска», но обошла ее по количеству первых мест. Теперь «Татарбунарцы» будут представлять Одесскую область на всеукраинском этапе соревнований, который пройдет этим летом в Международном детском центре «Артек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова